На опасный маневр решился сегодня днём водитель Киарео на улице Николая Ершова. И тут же понял, почему правилами движения это было запрещено. Фактически перегородив дорогу едущему Мерседесу, водитель корейской иномарки подставил под сильнейший удар левую переднюю дверь. В результате чего сам сильно пострадал. Ленар Генатуллин был на месте происшествия. Подожди, погляньте. У нас такое несчастье, вы снимаете. Ну не надо, пожалуйста. Ну вы же видите, что-то не надо. Все участники аварии отказались рассказать о произошедшем на камеру. Более того, просили сотрудников автоинспекции вовсе запретить видеосъёмку. Ну снимать что ли? Номерально снимать. Но чуть позже водитель Мерседеса всё же рассказал, что двигался по улице Николая Ершова в сторону улицы Гвардейская. А Киев выезжала справа, с улицы Сеченова. Её водитель хотел пересечь одну сторону дороги, трамвайные пути и повернуть налево. Правилами такой манёвр там запрещен и не просто так. Осуществить задуманное водителю корейской иномарки не удалось. То есть он пересёк одну полосу, но по второй ехал Мерседес, водитель которого из-за соседних машин просто не видел иномарку. Удар пришёлся прямо в водительскую дверь Киа. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Киа Рио. Его госпитализировала прибывшая на место карета медицинской скорой помощи. Вероятно, мужчина сильно ударился головой, но точный диагноз будет ясен после тщательного обследования пострадавшего. Незначительные травмы получил и водитель немецкой иномарки, но от госпитализации отказался. Теперь сотрудникам автоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и определить виновного. На его плечи ляжет восстановление собственной машины и оплата простоя общественного транспорта. Ленар Генатуллин, Данил Филатов, Вызов 112.